Уровень воды в реках Московского региона поднялся уже на 2 метра. И по прогнозам МЧС это не предел. Кто в зоне риска? ЧП в Троицком округе. Над газовой магистралью поднялся гигантский белый столб. Что там происходит? Сезон огурцов стартовал. Где найти качественные товары? Как обманывают покупателей и нечестные на руку продавцы? И карта путешественника для экономных. Новые маршруты экскурсии разрабатывают под Москвой. Добрый день. Тульские вести на телеканале Россия. В студии Олег Масальский. Смотрите в этом выпуске. Грабеж средь бела дня. В Узловой задержан подозреваемый, который, как считают полицейские, срывал с детей на игровых площадках золотые украшения. За звание лучший гид России борются в том числе и туляки. Поддержать земляков, профессионалов могут все желающие. Как это сделать? А вот у тульских молодых велосипедистов есть шанс попасть на чемпионат Европы и мира. Правда, вначале нужно выиграть первенство России. Начну выпуск с информации о двух серьезных автоавариях. По данным сотрудников госавтоинспекции, на 219-м километре автодороги М2 Крым в направлении города Москвы столкнулись отечественные ВАЗ-2131, Субару и Киа. В результате ДТП пострадали водитель автомобилей ВАЗ и Субару, а также два пассажира ВАЗа. Это женщина и несовершеннолетний ребенок. Все они направлены в медицинские учреждения. На той же трассе М2 автомобиль Ford Focus совершил встречное столкновение с автомобилем Киа. В результате ДТП пострадали водитель Форда и три пассажира автомобиля Киа. Две женщины и мужчина. Один из самых резонансных законопроектов последнего года.